Европейская комиссия вынесла предупреждение восьми странам-членам ЕС, превысившим допустимый размер бюджетного дефицита и национального долга. Но некоторым из них сейчас не до затягивания поясов. В Бельгии политические партии пытаются сформировать коалиционное правительство, которому потребуется много денег, а Франция готовится к выборам законодательные органы, и кандидаты всех мастей не скупятся на финансовые обещания. Во многих национальных бюджетах образуются и растут бреши. Другие страны, получившие порицания за превышение разработчиков, разрешенного дефицита, это Италия, Венгрия, Мальта, Польша и Словакия, а также Румыния, которая не прислушалась к предыдущим предупреждениям, сделанным ей в 2020 году. С другой стороны, Еврокомиссия оправдала расходы Эстонии тем, что ей нужно много тратить на оборону, а в Испании, Финляндии, Словении и Чешской Республике выявлены лишь незначительные, или временное нарушение бюджетных норм. «Неудача, неудача, неудача, неудача». Бюджетные правила были смягчены для восстановления после пандемии. Тогда поступления в казну от ослабевшей экономики сократились и возросли ассигнования на социальные нужды. Но теперь страны ЕС должны снова поддерживать свой долг на уровне ниже 60% ВВП, а свой бюджетный дефицит ниже 3% ВВП. Это первый шаг Еврокомиссии к возбуждению процедуры, предусмотренной за нарушение финансовой дисциплины. Версель также направит всем столицам конкретные рекомендации о том, как не допускать чрезмерного дефицита. Субтитры создавал DimaTorzok